Привет всем! С вами опять Един, и в этом видео я покажу вам разные образы, как я хожу в университет. Это видео ни в коем случае не конструкция и не курс, как нужно одеваться. Это видео, это мой личный стиль, и вы можете брать из этого видео всё, что вы хотите, с любовью. Что ещё я могу сказать вам, что у нас очень жарко, очень жарко, и это ещё не время ходить так. И университет у нас ещё не начался, наш университет начинается 13 октября. Вы знаете, что начинается 12 октября? Мой день рождения. Так что я уже жду и не дождусь этого 13-го. Но вообще-то я бы не хотела, чтобы моё день рождение так быстро пришло, потому что я уже не маленькая девочка, и я старею каждой секундой. Но я буду делать всё, что моей коже надо, моему телу надо, и моей душе надо, чтобы она не старела так быстро. Давайте приступим. Есть несколько главных правил, что нам надо одевать в школу или в университет. Первое правило, это чтобы это было очень удобно, потому что вы идёте туда учиться, а не на показ мод. Так что, если вы одеваете джинсы, вы должны, чтобы эти джинсы были очень удобны, не слишком вам жали, и в тот же момент, чтобы они на вас хорошо сидели, чтобы вы не ходили по школе и поднимали их, потому что они теряются у вас весь день. Мои джинсы, то, что вы видите в этом образе, они от American Eagle. У них джинсы очень-очень удобные, они чувствуются как лосины, более-менее, как, не знаю, как спортивные штаны может быть. Очень удобные, я их очень люблю, и у них хорошее качество. Также я люблю носить элегантные кофточки, но ломать этот вид с чем-нибудь, что он неэлегантный, как джинсы или ботинки, или их двое. Также я люблю носить элегантные кофточки, но ломать этот вид с чем-нибудь. Также мне очень нравятся черные вещи, потому что, нет, не потому что они делают меня худее, чем я и есть. По-моему, вкусу просто у них есть такой тач темноты, что-то, что неясное, что-то волшебное, неволшебное, какую чушь я несу. Раньше я очень любила винтаж. У нас в Тель-Авиве есть по вторникам и по пятницам есть ярмарка, винтаж. Там обалденные вещи и дешевые вещи, очень дешевые, но, не знаю, раньше, не раньше, а, наверное, год назад, полгода назад, год назад, скорее всего. Такой был мой стиль, винтаж. Я очень любила носить винтаж, я даже открыла мамин шкаф и забрала у нее все вещи из шкафа, потому что моя мама никогда не выкидывает ничего. У нее в шкафу были вещи перед тем, как я родилась. Да, это очень грустная история, но я всю жизнь умоляла мою маму, чтобы она выкинула все эти вещи, но она не выкидывала ничего. У нее это слишком к душе прилеплено было, но к моему счастью пришел тот год, который я обожала винтаж. И в то время, когда люди шли и покупали за кучу денег всякие вещи, я пошла в шкаф моей мамы и забрала все эти вещи. Если вы хотите, я могу вам сделать видео с обалденными вещами, которые я достала из моего маминого шкафа. И когда я надеваю это на улицу, надевала в прошлом, и, ну, до сих пор я тоже надеваю несколько вещей, люди меня спрашивали, «Вау, откуда это? Какое-то красиво» из моего маминого шкафа. «Вау, откуда это? Какое-то красиво» из моего маминого шкафа. Они тоже от Американ Игл, совершенно удобные. И кофточка. Это кофточка с ярмарки Винтажа. Она обошлась мне в долларах, я вам скажу. Где-то, не знаю, 15 долларов. Очень-очень дешево. Но я вам по секрету скажу, где вы можете достать такую кофточку. Из шкафа вашей бабушки. Но, конечно же, прежде тем, как рыться в шкафу вашей бабушки, спросите у нее разрешение. Последний образ. Некоторые, может быть, скажут, что это смелый образ. Каблуки и шорты в школу или в университет. Но кроме того, что вы платите хорошие деньги и вы должны очень хорошо учиться, вы еще это должны делать для себя. Вы хотите быть умными людьми, вы хотите чего-то достигнуть в жизни. Но это не значит, что вы должны забыть про себя и катиться с кровати в университет. Студенты — это нищая часть страны, правильно? Я знаю, потому что я тоже студент. Но я вам хочу сказать, что чтобы одеваться красиво, вам не нужны деньги. Я вам точно говорю. Вы можете взять из своего шкафа всякие старые вещи и сделать из этого самый красивый образ. Я вам обещаю это. Так что одевайтесь красиво и выглядите красиво. И будьте хорошими людьми. Делайте хорошие вещи. И заботитесь о вашей душе. И вот это для вас последний мой образ. Спасибо. Вот и все. Это было три моих образа. Я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то ставьте палец вверх. И подписывайтесь на мой канал. И я вам желаю отличного года, чтобы вы вытащили самые хорошие оценки. А мы с вами очень скоро увидимся снова. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...